Послание Отца Абсолюта от 1 ноября 2020 года Самостоятельность в принятии решений Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим нашу тему о человеке будущего, которому предстоит жить в мире Пятого измерения. И на этот раз речь пойдет о вашей самостоятельности в принятии решений. На самом деле это является ключевым фактором вашего существования, который полностью меняет ваше сознание. Если вы проанализируете свою собственную жизнь, то поймите, как мало решений вы принимали действительно сами, и в этом нет вашей вины. Так устроен трехмерный мир, где все подчинено тому, чтобы лишить человека свободы воли и права выбора. С детских лет вас приучили к тому, что вы должны подчиняться родителям, учителям, начальникам, правительству, да и просто обстоятельствам. Вспомните расхожие фразы «Жертва обстоятельств», так сложились обстоятельства. А почему они так сложились? Это было ваше желание? Или кто-то подтасовал их таким образом, что вам не осталось ничего другого, как принять эти уже сложившиеся без вашего ведома обстоятельства? Чаще всего вы даже не задумываетесь над этим, принимая как должное решения других людей, даже если они касаются непосредственно вас. Почему так происходит? Прежде всего потому, что веками в человеке вырабатывали привычку к подчинению, и на всех уровнях вашей жизни выстраивалась определенная иерархия. Так в семейных традициях многих народов было, да и сейчас еще остается, право голоса старших. В результате родители решают за своих детей их судьбы, вплоть до того, что выбирают им спутников жизни по своему усмотрению, даже не спрашивая их согласия. Но кроме этих пережитков прошлого, в так называемом современном обществе достаточно примеров, когда человеку приходится невольно подчиняться решениям других. Нередко это происходит по их доброй воле, из чувства долга, жалости, благодарности, вины, самопожертвования. К сожалению, родные мои, в трехмерном мире даже самые чистые помыслы человека часто используются в корыстных целях, поскольку слишком разнообразен состав обитателей вашей планеты, и энергетический взаимообмен между ними неравнозначен. Одни отдают свою энергию сознательно или бессознательно, а другие точно так же осознанно или неосознанно ее потребляют. Другими словами, отношения между людьми в трехмерном мире строятся на неравноправной основе. И объясняется это тем, что здесь все пропитано дуальностью, энергетической, физической, психической, в результате чего сильный подавляет слабого на всех уровнях его бытия. Но даже и сильный не свободен в своих решениях, потому что над ним всегда есть еще более сильный и влиятельный, способный подавить и его волю. Поэтому мало кому в трехмерном мире удается вырваться из этого заколдованного круга дуальных отношений и обрести внутреннюю свободу, позволяющую самостоятельно принимать решения и строить свою судьбу так, как хочется ему самому, а не его родственникам, друзьям, начальникам, властям. Зачастую такого человека называют своевольным, эгоистом, странным, ненормальным. Другими словами, он подвергается всяческому осуждению, поскольку выдался из стада, позволив себе самостоятельно принимать решения, не считаясь с мнением окружающего большинства. Но именно такое поведение и есть самое нормальное и естественное в однополярном мире, где человека ведет по жизни не эго, а душа. И в следующем своем послании я расскажу вам об этом более подробно. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.